16 января Даугопил со знакомительным визитом посетил чрезвычайный полномочный посол Армении в странах Балтии Тигран Макарчан. С супругой в ходе встречи с первым вице-мэром Даугопилской городской думы Янисом Лачприсесом дипломат подчеркнул о необходимости реализации двухсторонних проектов в разных сферах деятельности, в частности туризме. Туризм это один из самых важных отраслей, на которые мы обращаем внимание в отношении развития сотрудничества между Латвией и Арменией, Литвой и Арменией. Это первое. Второе, конечно, бизнес, сельское хозяйство, потому что в этом смысле Армения очень развита, как и Латвия, и можно и надо найти конкретные проекты, конкретных производителей, которые заинтересованы взаимодействием. Также армянская сторона заинтересована и в сотрудничестве в сфере IT-технологии. Тигран Макарчан подчеркнул, что это одно из стратегических направлений в работе правительства Армении. Реализация проекта в сфере образования и культуры – еще один вектор двухстороннего сотрудничества, который следует развивать и в дальнейшем. Обмен студентов очень важен. Не только это было из Армении в Латвию, но и из Латвии в Армению тоже могут переехать студенты. И культура – это одна из самых важных отраслей нашего, то есть для действия нашего посольства, культурных дипломатий, в общем-то. И мы организуем очень часто многие проекты. Мы должны все делать, чтобы не только столицы знали о наших действиях, но и другие города, в том числе и, во-первых, Даугопилес. Городское самоуправление также заинтересовано в развитии экономического сотрудничества и прихода в Даугопилес новых инвесторов. Для достижения этой цели в последние годы самоуправление реализует многочисленные проекты, направленные на улучшение инвестиционной среды и инфраструктуры города. Модернизация индустриальной территории в Черепово, Крыжах, Северноиндустриальные зоны – тому подтверждение. Мы им интересны, но все-таки далеко находимся друг от друга. Ну, расстояние здесь, конечно, имеет свое отношение, но все стало намного динамичнее и проще. Расстояние сокращается, но все равно все начинается с контакта между людьми. Наши индустриальные зоны готовы к приему новых бизнесменов? Мы готовим возможности для любого желающего, и не только в индустриальной зоне. Мы же готовим целый пакет сопровождающих решений. Начинается льгот специальной экономической зоны, которые могут получить инвесторы, плюс развитие инфраструктуры, которую мы обеспечиваем. В ходе беседы первый вице-мэр Дагуэпилса Янис Лачпельсис пригласил чрезвычайного и полномочного посла Армении в странах Балтии, а также представителей бизнес-кругов этой страны принять участие в международном бизнес-форуме, который пройдет в нашем городе в октябре текущего года. В завершение Янис Лачпельсис отметил, что Дагуэпилс является городом-обратимом двух армянских городов – Алаверди и Эчмиадзин. Двухсторонние отношения являются весьма плодотворными и эффективными, и в частности, в сфере образования. 23 января депутаты самоуправления приступят к рассмотрению проекта городского бюджета на 2020 год. Первый этап – это обсуждение главного финансового документа самоуправления на думских комитетах, после чего вопрос будет направлен на заседание Думы. Традиционно одним из главных направлений остается социальная сфера, и в этом году предусмотрено увеличение гарантированного прожиточного минимума с 53 евро до 65. Эту статью доходов надо увеличить на 30 тысяч евро. Будет выделена помощь и детям-сиротам, которые начинают самостоятельную жизнь. Планируется, что в бюджете будет заложено также увеличение единоразового пособия с 283 евро до 700 или тысячи евро. Кроме этого, самоуправление намерено увеличить финансирование на ремонт квартиры для сирот. В этом году особое внимание будет уделено и поддержке многодетных семей. В итоге социальный бюджет городской думы может составить 13 миллионов 228 тысяч 792 евро или 10,6 процента от общего бюджета города. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был равен 11,5 миллион. Представители отрасли общественного питания обратились в городскую думу с идеей упорядочить сферу уличного питания во время проведения городских праздников. А также было получено предложение о возможном проведении в Даугупелсе фестиваля уличной еды. Мы встречались с начала лета и говорили, беседовали о развитии туризма в городе с предпринимателями. И в этой встрече участвовали руководители и хозяева некоторых ресторанов города. Даугупелся и кафе. И была предложена такая идея, что поднять на более высоком уровне уличное питание. Как известно, во время праздника города или реконструкции в крепости жители и гости любят посидеть в уличных кафе. Но, как правило, эти точки общественного питания предлагают практически одинаковый ассортимент. В то же время местные кафе и рестораны также готовы выйти на улицы, угощая отдыхающих совершенно другой кухней. Кроме этого, они могли бы организовать и своеобразное шоу, продемонстрировать свои навыки, отмечает Янис Дукшинский. Просьба была от руководителей кафе и ресторанов, чтобы самправление чем-то могло помочь. Потому что кафе все время свою палатку ставить или организовать это довольно непросто. Тем более стиль будет не единый. Поэтому просили приобрести самправление в одном дизайне, такие как палатки, где это можно организовать. Потому что погода разная бывает, и дождь льет, то есть что-то нужно, какая-то крыша должна быть одинаковая. Поэтому мы в этом году в бюджете планируем приобрести несколько таких палаток, 8-10, в которых можно это все организовать. Например, это может быть площадь Вейнойбас, это Ригас улица может быть, это в крепости, в других местах. Вице-мэр отметил, что к обсуждению данного вопроса самоуправление вернется после принятия городского бюджета. 20 января в Латвии является официальным памятным днем – Днем памяти защитников баррикад 1991 года. Трагические события января этого года развернулись в Риге уже после принятия Сеймом декларации о восстановлении государственной независимости Латвийской республики. 13 января в Риге состоялся многотысячный митинг Народного фронта в поддержку Верховного совета и Совета министров независимой Латвии. А вечером началось сооружение баррикад вокруг стратегических объектов столицы. Сперва мы съездили на митинг. Мой работник, майор бывший, Янис Пуденс, скомплектовал свою униформу, потому что у него было право носить. И вот он как майор, мы еле пробрались к трибунам. Он выступил. И этим мы остановили нападение, не на вооруженный народ, дивизию КГБ Витебскую. Я считаю, что это его заслуга. Ну его, конечно, разжаловали до рядового, отобрали форму, пенсию, ну все. Но мы своего засигли. Нас ничего не волновало. Нас вот этот момент. Вечером 20 января 1991 года, когда в Риге уже повсеместно были возведены баррикады, рижский ОМОН взял штурму местное МВД. В ходе вооруженного боя погибли сотрудники МВД, старший участковый инспектор Сергей Кононенко, лейтенант милиции Владимир Громанович. А в соседнем парке шальная пуля сразила режиссера-кинодокументалиста Андрея Слапенча. Был смертельно ранен и кинооператор Гвидо Зваэксне. В общем, мы сделали все. Мы рисковали жизнью. Чудом меня ОМОН не расстрелял, но другого Роберта часом позже в Эдсмилграве расстреляли. В память об этих событиях 20 января было объявлено Днем памяти защитников баррикад 1991 года. С 15 января в Дагополсе произошло объединение двух почтовых отделений. Теперь функции пятого переданы сотрудникам центрального отделения, которое находится на улице Ригас. По ссылке, которые поступили в 5-е городское почтовое отделение, клиенты смогут получить в центральном офисе. После объединения отделений почтовые услуги в Дагополсе в дальнейшем будет обеспечивать пять отделений. На протяжении пяти лет в Латгале в конце сентября лучшим из лучших учителей региона вручают награду имени Никодема Рансена. В 2019 году этого звания были удостоены и семь даугополских педагогов. А в этом году городское самоуправление в сотрудничестве с Управлением образования и Даугополским университетом приняло решение об организации аналогичного конкурса среди учителей Даугополса и вручении им награды имени Валерии Сейла, педагога-публициста, директора Даугополского государственного института учителей, инициатора создания Латгальского союза учителей. Это общественный политический деятель, который внес весомый вклад в развитие сферы образования нашего города и региона в целом. Валерия Сейла вместе со своими соратниками способствовала сохранению и развитию латгальского языка. Во вторник в городской думе прошло очередное заседание рабочей группы, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с проведением самого конкурса. В частности, речь шла о количестве номинаций и правилах выдвижения претендентов на награду имени Валерия Сейла. Янис Дукшинский подчеркнул, что цель конкурса заключается в том, чтобы отметить достижения педагогов, поблагодарить их за проделанную работу и способствовать тому, чтобы профессия учителя в обществе была бы престижной. Следует отметить, что в этом году церемония вручения награды имени Валерия Сейла и Никодема Рансена пройдет в рамках одного мероприятия. В Даугуплсе ликвидирован незаконный питомник по выращиванию марихуаны. Государственная полиция получила в свое распоряжение информацию у жителей Даугуплса, который, возможно, связан с незаконным выращиванием марихуаны. В рамках уголовного процесса было принято решение провести обыск в одном из частных домов, расположенном на территории Даугуплса. 14 января во время оперативных мероприятий там был обнаружен специально оборудованный питомник марихуаны. Всего в ходе осмотра было найдено 8 саженцев. Также в жилом доме хранилась готовая продукция высушенного марихуана, вес которой составляет около 1 кг, и оборудование, необходимое для выращивания этого растения. На месте происшествия сотрудники полиции задержали и возможного виновника, мужчину, 1982 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения стражи порядка за аналогичные правонарушения. Расследование продолжается, и согласно второй части 256 статьи уголовного закона, неразрешенная посадка или выращивание растений, содержащих наркотические вещества, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или кратковременным лишением свободы, а также принудительными работами, штрафов с конфискацией имущества или без таковой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова